МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Новости на канале СТВ. В студии Жан Кадеба. Здравствуйте. Утверждены персональные составы постоянных комиссий Палаты представителей Национального собрания Беларуси. Среди наиболее многочисленных профильных по аграрной политике, вопросам экологии, а также по образованию, здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной политике. Всего их 14. При формировании персонального состава учитывались пожелания депутатов. Кроме того, сегодня предстоит утвердить заместителей председателей постоянных комиссий. Что бы хотелось прежде всего делать? Совершенствовать законодательную базу. Есть уже кодекс реобразования, он принят. Но, естественно, что год мы отработали и, естественно, требуют многие статьи доработки. Второе. Готовится к кодексу о культуре. Тоже это основополагающий документ, поэтому работы будет много и работы интересные. Сегодня ООН отмечает день основания. 67 лет назад вступил в силу устав этой структуры, рожденная трагическим опытом Второй мировой Организации Объединенных Наций, поставила цель уберечь мир от новых войн и конфликтов. БССР стояла у истоков ее создания и в 45-м году вошла в число первых членов, что стало свидетельством признания вклада нашего народа в разгроме фашизма. Тесное сотрудничество Белоруссии и ООН продолжается и сейчас. Представители международной структуры вот уже 20 лет работают на территории нашей страны. Среди приоритетов сотрудничество по чернобыльской тематике, развитие малого и среднего бизнеса и борьба с эпидемией ВИЧ в мире. Успешно реализуются и наши инициативы, к примеру, предложения по борьбе с торговлей людьми. Республика Белоруссия придает большое значение многосторонней дипломатии и взаимодействию и международному сотрудничеству государств в рамках Организации Объединенных Наций. Мы убеждены, что ООН играет и будет играть центральную роль в мироустройстве на ближайшие перспективы, в том числе и долгосрочную перспективу. Мы также убеждены, что значение ООН будет возрастать. В Гомеле впервые пересадили почку. Операция прошла в Республиканском научно-практическом центре радиационной медицины и экологии человека. Пациентом стал 42-летний житель области. Операция длилась около 4 часов. Мужчина, переведенный за реанимацию в общее хирургическое отделение. Всего же в трансплантации в регионе нуждаются 116 человек. Созданная материальная база позволяет проводить операции на высоком уровне. В год их планируют делать около 20. Первый пациент чувствует себя неплохо. Медицина верит. Наша медицина. Под прогресс идёт. Операция сама по себе прошла успешно. Этому пришедшие большие организационные мероприятия. Значимость, которую она имеет для гомельской медицины и для гомельской трансплантации, очень огромная. Огромная, потому что очень большой лист ожидания пациентов, которые ждут этой операции. Нынешний пациент с положительной динамикой, он поправляется. Московские врачи борются за жизнь 26-летней белорусской гимнастки уроженки Гомеля Татьяны Тур. Накануне вечером известная акробатка получила тяжелые травмы во время выступления в центре циркового искусства. Артистка выполняла сальто, неудачно приземлилась и сломала шейные позвонки. Татьяну прооперировали, однако она находится в крайне тяжелом состоянии. Международные кредиторы предоставили Греции два дополнительных года для стабилизации государственных финансов. Принято также решение о предоставлении очередного кредитного транша 31,5 миллиарда евро. Между тем, эксперты не питают иллюзий насчёт идущей ко дну под тяжестью долгов страны. Новый транш просто продлит финансовую агонию Древней Эллады. Госдолг, по прогнозам самого греческого правительства, в будущем году превысит 179% ВВП. Без работы в стране четверть населения. Минувшие сутки в Испании прошли под знаком массовых протестов. Несколько тысяч демонстрантов собрались у парламента в Мадриде, где законодатели обсуждали будущий бюджет страны. Один из самых жёстких в новейшей испанской истории. Проект, в частности, предусматривает сокращение расходов за счёт социальных нужд. Демонстранты требуют свернуть программу «Жёсткая экономия». Выступают против сокращения бюджета в сферах здравоохранения и образования. Ведь такие меры ударяют в первую очередь по социально незащищённым слоям населения. На севере Турции наводнение и сели привели к первым жертвам. В провинции Кырыкали погибли по меньшей мере трое – мать, отец и ребёнок. Десять человек пропали без вести, есть пострадавшие. Селевые потоки накрыли несколько населённых пунктов. Людей успели эвакуировать за считанные часы до стихийного бедствия. Многие дома больше непригодны для проживания. Под водой дороги, автомобили, закрыты госучреждения и школы. У побережья американского штата Калифорнии, неподалёку от Санта-Барбары, акула напала на серфингиста. Мужчина от полученных ранений скончался. Свидетелем трагедии стал друг погибшего, который и вытащил его из воды. Однако спасти жизнь пострадавшего не удалось. Это второе нападение акулы со смертельным исходом на этом пляже за последние годы. В октябре 2010-го жертвой хищника стал 19-летний студент. Море верующих захлестнуло Саудовскую Аравию. Сегодня начинается хадж. В Мекку, обитель Ислама, на ежегодное паломчество приехали более 2 миллионов человек со всего мира. Причём некоторые из-за недостатка денег пришли к знаменитой мечети пешком. Так поступил и 47-летний мусульманин из Боснии. Со многомесячный путь он пересёк 6 стран, преодолев почти 6 тысяч километров. Старый свет живёт страстями по Бандиане. Сегодня в Великобритании с поистине королевским размахом прошла премьера нового фильма о суперагенте 007. Почётными гостями, показывав знаменитым Альберт Холли, стали принц Уэльский Чарльз с супругой. Не смогли пропустить премьеру Владислав Доронин с Наоми Кэмпбелл и другие звёзды. Но главными персонами на красной дорожке стали всё-таки актёры, исполнившие главные роли в очередной части Бандианы. Наоми Харрис, Беренис Марло, Хавьер Бардем, Джуди Дэнч и, конечно, Дэниел Крейг в идеальном смокинге, которая и в реальной жизни не расстаётся с образом суперагента. Таисия Саховская, телекомпания СТВ. В Беларусь перешло похолодание. На территорию республики устремился арктический воздух. Уже сегодня на отдельных участках дорог, возможно, слабая гололедица. Днём небольшие кратковременные дожди. Завтра дорожную ситуацию может осложнить мокрый снег, а в пятницу первая метель. Порывы ветра могут достигать 20 метров в секунду. К выходным ночью прогнозируется до 7 мороза, дороги станут скользкими, на что следует обратить особое внимание автовладельцам. К слову, водителям в связи с похолоданием пора готовиться к сезонной смене шин. Специалисты рекомендуют переобувать машину, когда температура воздуха на улице не выше плюс 7 градусов. Зимняя резина помогает сократить тормозной путь и значительно улучшает управление автомобилем в условиях гололёда и снежного наката. Не будет лишним заменить стеклоочистители, а омыватель ветрового стекла необходимо заправить специальной незамерзающей жидкостью. К слову, на белорусский АЗС уже стало поступать и зимнее дизельное топливо. С наступлением зимы многим водителям необходимо пройти техническое обслуживание своих автомобилей. Ну, главное, одним из главных и всем известных действий является замена покрышек резины, то есть с летней на зимней. Желательно менять не только ведущие колёса, а все четыре колеса автомобиля, чтобы избежать, опять же, заносов и неустойчивого положения автомобиля при изменении коэффициента сцепления и при изменении выезда на проезжую часть, с одной проезжей части на другую. Минский стадион «Динамо» накануне поздно вечером в очередной раз принимал матч Лиги чемпионов. Белорусский Батэ играл с одним из сильнейших испанских клубов – Валенсии. И хотя победа со счётом 0-3 досталась гостям, болельщики Батэ до последних минут поддерживали команду. Вперёд, Борисов! Мы с тобой! Вперёд, Борисов! Мы с тобой! Соперник Борисовчан в Валенсии в рейтинге лучших европейских клубов регулярно входит в первую десятку, обладает множеством кубков и наград, кроме одного – Кубка Лиги чемпионов УЕФА. На счету Батэ также две громкие победы над французским Лилем и Мюнхенской Баварией. Игру Батэ с Валенсии освещали около 200 журналистов, а на зрительских трибунах не было свободных мест. Ну, жен, гол! Ну, жен, гол! Ну, жен, гол, да? Мы надеемся, что в матче на выезде наша команда обязательно отыграется и сделает Испанию. Проиграли хорошо. Большинство болельщиков считает, что ничего страшного не произошло. Но проиграли, проиграли, в принципе, при равной игре. Несколько моментов. Всё сыграло в пользу Валенсии. Сделаем правильные выводы. Приедем в Испанию, постараемся взять три очка. Но только Батэ, только победа. О новостях из мира спорта расскажет Эльмира Хоровец. Заходите на наш сайт tv.by, звоните и делитесь своими новостями по телефону горячей линии 290-6600 или 1-600-700. Всего доброго и до встречи в 16.30. Роберто Сальдадо сделал второй в карьере хит-трик в футбольной лиге чемпионов. Звездный час форварда испанской Валенсии пришелся на матч третьего тура группового турнира с Борисовским Батэ. Поединок прошел на минском стадионе «Динамо». В конце первого тайма нападающий точно пробил пенальти, а на 55-69 минутах поразил ворота Андрея Горбунова с игры. Подопечные Виктора Гончаренко потерпели первое поражение на этой турнирной стадии 0-3. В другом матче группы «Ф» французский «Лили» уступил немецкой Баварии со счетом 0-1. 7 ноября Батэ проведет выездную встречу с испанским клубом. Сенсация грянула в квартете им. Украинский «Шахтер» обыграл сильнейший на данный момент клуб Европы английский «Челси». К 52-й минуте благодаря голам Алекса Тишейра и Фернандиньо на табло горели цифры 2-0. Лишь за две минуты до финального свистка аристократам удалось сохранить лицо. Гол на счету «Оскара» 2-1. В Донецке забивали исключительно бразильские футболисты. Также с минимальным счетом одержали победы испанская Барселона, российский «Спартак» и английский «Манчестер Юнайтед». Все результаты на ваших экранах.